Правительство России в ближайшее время готовит неприятный сюрприз для тех, кто еще не установил в своих квартирах счетчики на воду. Уже с нового года так называемых уклонистов ждет повышение тарифов на 30% для начала. Ну а если же приборы учета и дальше не будут подключены, то расти стоимость коммунальных услуг будет поквартально. Принять такие меры, говорят чиновники, попросили сами россияне, те у кого счетчики установлены и кому вот уже несколько лет приходится платить и за себя, и за своих забывчивых или слишком экономных соседей. Дмитрий Кулько окунулся в коммунальную арифметику. Об этом вроде забыли. Не было ни гонений, ни санкций. И вот как молния для уклонистов. А ты установил счетчик на воду? Два года как официальные сроки прошли. В правительстве решили напомнить в последний раз. Из-за отсутствия приборов учета коммунальные услуги могут стать роскошью. Проживает человек, нет прибора учета или семья, если нет прибора учета, выставляется по нормативу потребления, который в субъекте утвержден, и дополнительно к этому 30% к этой сумме ежеквартально повышается до того момента, пока в соответствии с действующим законодательством собственник не поставит прибор учета на водоснабжение. Новые тарифы могут сильно удивить уже с января следующего года. Наказать недобросовестных соседей попросили сами жильцы. Разумеется, те, у кого счетчики дома есть. А вот если его нет, кран с водой дома можно вообще не закрывать. Пусть все бежит хоть круглыми сутками. Все равно больше, чем за норматив, хозяина квартиры платить не заставит. Но расплачиваться за эту воду все-таки придется. Всем жильцам сумму распишут на весь дом. Приходится платить за соседа, если тот хитрит с пропиской. Экономит собственник просто. По закону норматив на воду рассчитывается по количеству зарегистрированных в квартире жильцов. Чем больше, тем, соответственно, оплата выше. Но как часто происходит, вписан один человек, а фактически живет 20. В мегаполисах и больше бывает. И весь перерасход вновь расписывается на остальные квартиры. С несправедливостью Марина Яковлевна сталкивается каждый месяц, получая квитанцию об оплате. Откуда растут цифры, она знает с точностью до номера квартиры. Они все сдаются в аренду. Он зарегистрирован там один, то вот эти девять оставшиеся сидели на нашей шее. Ему и за них оплачивали воду. Вот и все. Ему было это выгодно. То есть люди, которые не ставят приборы, за исключением малоимущих. Это люди, которые, когда я говорю, давайте скажем им, что они обворовывают соседей, мне говорят, так они еще больше обрадуются. Понимаете? Вот страна живет, давай найдем в законе дырку и ее используем. Не важно, кто при этом пострадает. Заставлять скидываться Марину Яковлевну и остальных теперь станет себе дороже. Цена за норматив уже через год поднимется вдвое. И так до бесконечности. Суровая геометрическая прогрессия, конечно, заставит людей обзавестись счетчиками, рассуждают адвокаты. Правда, чтобы взвинтить тарифы до небес, инициаторам нововведения придется поправить не один закон. Та форма, в которой облекается норма, она неприемлема, потому что она будет противоречить основам законодательства. В этом случае, если квартирная плата будет увеличиваться на 30% для отдельных категорий граждан, в этом случае будет нарушаться принцип равенства. С покупкой счетчика лучше спешить, пока сантехники, не почуяв спрос, не заломили стоимость услуг. Сейчас установка прибора учета обходится в среднем от 3 до 6 тысяч рублей. Тем, кто не может заплатить сразу, управляющая компания по закону обязана оформить рассрочку. А льготникам помогут как раз за счет новых штрафов. Мы предлагаем как раз вот эти дополнительные суммы направить, и будем всячески и нормативно, вот в тех документах, которые мы сегодня готовим, стимулировать к тому, чтобы эти деньги шли на приобретение приборов учета для людей с ограниченными финансовыми ресурсами, для тех лиц, которые получают социальную поддержку. Без счетчиков на воду пока живут 30% потребителей России. Это миллионы человек, которые, если инициатива пройдет, уже скоро перестанут встречать подозрительные взгляды соседей.